Андрей Евгеньевич, мы обращаемся к вам с предложением сформировать в Орловской области отряд террообороны для содействия силовым структурам и помощи населению. Мы повторим погромче. Орловские волонтеры, общественники из движения «Рокот Орел», занятого начальной военной подготовкой желающего населения, а еще ветераны СВО, клаберы патриотического толка и все к ним примкнувшие. Они собрались уже во второй раз, чтобы взволновать пользователей соцсетей, где этот ролик со вторника стал чуть ли не вирусным, и чтобы записать второе уже видеообращение к губернатору. Суть проста. В связи с активной деятельностью диверсионных групп противника на нашей границе, непосредственно вблизи от Орловщины, просим рассмотреть вопрос организации курсов боевой подготовки и создания в Орловской области бригады территориальной обороны. Не то, чтобы они не достучались с первого раза, примерно с месяц назад, и достучались. Просто потом бойцы ЧВК «Вагнер» оказались втянуты в попытку не пойми чего, и их символика стала нежелательной в медиаресурсах. Пришлось переснимать. Одна из причин. Здесь в кадре она мелькается специальной оговоркой. Повторяем, все вот это было нами снято вон еще когда. Кстати, на обращение общественников власти обратили внимание еще в марте. Рокот-Орел тогда вывесил в интернете первое свое обращение. Еще ранее, прошлой осенью, с аналогичным предложением о создании отрядов для защиты регионной и силовой поддержки соседей, выступили общественники из организации «Вятичи». Идеи и тех, и этих перекликались. Нужна минимум мобильная группа из подготовленных мужиков, которая в случае чего может выдвинуться в тот же Брянск, в Белгород и в Курск для помощи. В том числе тамошний терробароний, давно уже созданный. Плюс нужна подготовка населения здесь, хотя Орел и не приграничный город. Имеется в виду подготовка в рамках гражданской обороны, навыков оказания первой помощи и в качестве своеобразного ресурса правоохранителей. Первые обсуждения состоялись еще в мае. В администрации железнодорожного района собрались чиновники, те же общественники, руководители предприятий. Тогда будущее инициативы и приобрело реальное очертание. Закона, регламентирующего феномен территориальной обороны, нет. А тот, что есть, разрешает ее только во время военного положения. Поэтому у нас она будет мимикрировать под добровольные народные дружины с расширенным функционалом. Где мы можем быть задействованы с вами в данный момент? Это оказание содействия нашим силовым структурам в патрулировании, оказание содействия в мероприятиях эвакуации, оказание содействия в каких-то наблюдательных процессах, там за тем же днем посмотреть, выставлять свои посты по наблюдению все это в связке с силовиками. Плюс предполагается углубленная милитареподготовка, в том числе потенциальных добровольцев. Первый этап – это теоретическая подготовка. Будет она проходить на базе института МВД, то есть учебный центр МВД, и там будет проходить теория. Второй этап – это применение теоретических знаний на практике. Сейчас заканчивается благоустройство карпусского карьера, карпусского полигона, опять же, на базе полигона МВД. Сразу скажу, никто не говорит о том, чтобы терроборону задействовать на контртеррессионных мероприятиях. Никто не говорит о том, что при получении, допустим, удостоверения о том, чтобы вы окончили эти курсы, вас направят в регулярную армию войска. Даже близко такого разговора нет. Но привлекать, допустим, к мероприятиям, необходимым для обеспечения безопасности региона в целом, естественно, мы будем. Итак, сенсации не произошло. Орловская территориальная оборона, как идея, вызревала давно. То, что сейчас она привлекла внимание общества, говорит, что идея – все, вызрела. А власти подготовились и скоро ответят. И хотя следующая фраза совсем из другой оперы, закончим ею. Сим победиши, этим победим. Сергей Быковский, Александр Савенков, Валентин Худокормов, телеканал Первый областной.